Выпуклый многогранник. Все понимают, что такое выпуклый? Это если соединяется две точки отрезком, то никакой такой отрезок не выходит за пределы фигуры. То есть никаких вмятин там быть не может. Вот у этого, вот эта грань, это общая грань этого и этого. Это не грань, это называется ребро. Отрезки — это ребра. Точки — вершины. Многоугольники — грань. Да? Она общая грань, то есть сумма всех сторон земногоугольников, которые ссорены этого объемных грань. Да? Это их сумма четных. Да, все понятно. А вот с нечетными рифами должно быть четное лицо, чтобы было именно четное. Молодец. На каждую грань поместим фиксика. Знаете, да? Есть такой замечательный проект. А кто-то эти фиксики — небольшой-большой секрет, да? Так вот, на каждую грань поместим фиксика. И этот фиксик пробежит по грани. И когда будет бежать вдоль ребра, прямо так и будет кричать. Бегу вдоль ребра. Дальше. Бегу вдоль ребра. Бегу вдоль ребра. И так далее. И так сделают, повторяю, на каждой грани свой фиксик. Да? Фиксиков столько, сколько грани. Сколько тогда вот этих вот заявлений прозвучит? Понятно, сколько? В два раза больше, чем ребра. Почему? Потому что вдоль каждого ребра пробежит один фиксик с одной стороны, другой фиксик с другой стороны. Правильно? Значит, прозвучит четное количество таких фраз. Согласны? Да. Потому что, ну как, два четное число. Удвоенное число ребер – это четное число. С другой стороны, если мы смотрим на фиксика, скажем, который вот здесь бежит, он пробежал пять отрезков. Вот здесь четыре отрезка. То есть там, где у грани четное число сторон, там будет соответствующий фиксик скажет четное число раз. Там, где нечетное – нечетное. И получается, что одно и то же число, количество вот таких вот высказываний. С одной стороны четное, а с другой стороны, оно получается, когда мы отдельно каждого фиксика выслушиваем, те, где четное число – это неинтересно, но четное – но нечетное. А вот сумма нечетных должна дать четное число. Понятно? Этот принцип все знают. Что когда вы складываете нечетное число нечетных слагаемых, получается нечетное число. А когда вы складываете четное число нечетных слагаемых, получается четное число. Правильно? Продолжение следует...